всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду постоянные зрители канала прекрасно знают что компания вебер недавно в рамках рекламной акции предоставила достаточно большому количеству блогеров свое оборудование прислали мне за что им огромное отдельное спасибо сам бы я вряд ли на скреб в своем бюджете достаточно средств чтобы все эти железяки купить у меня в приоритете сейчас стоит смена парка камер для блога я последние наверное две недели жарю парю варю все на углях испытываю разные рецепты и планирую особенно удачные но вернее нет это очень так самонадеянно звучит у меня дело не удачности я планирую те рецепты в которых есть интересные моменты с точки зрения технологии показывать вам числе присланных выбором железяк есть и вот такая эта подставка для запекания птицы у нее есть ряд нестандартных на мой взгляд решений и я хочу оценить действительно ли все эти и фичи так полезно или можно не морочить себе голову и готовится по старинке и так формулирую граничные условия я хочу приготовить сегодня на углях вот эту вот красотку она есть килограмм и 700 граммов такая жирненькая вся я планирую сегодня обойтись минимальными телодвижениями представим что на дачу приехали гости торчать у мангала терять время в отрыве от коллектива не хочется приступаю стандартно разжигаю угли в стартере купите веберовский или закажите у какого-нибудь мастера подобный стартер это супер удобная штука вот честно не успокоюсь пока у каждого подписчика подобной штукенции не будет пусть разгораются у меня есть дела курочку надо натереть солью и пряностями во-первых конечно чеснок куда без него надо рубить помельче и побольше и да я опять воспользуюсь уже привычным ножом самура хай карбон половину чеснока оступку даже душистого перца вот так вот наверное и сразу солим а соль у меня видите думаете грязная нет это на с черным перцем смешано молотым черный горошек вот такая паста получается классная теперь оливковое масло по моему уже мозоль на языке набил рассказываю что большинство ароматических веществ жирорастворимы и масло все эти ароматы перемешает прекрасный масляный маринад теперь натереть им курицу и снаружи и внутри старательно вся пропиталась это кусочек имбиря его заблаговременно очистил его 1 рубить помельче лук шалот тоже мелким кубиком именно шалот не обязателен масло сливочного немного оливкового экстра виржин лук чеснок имбирь сюда соус затеял не сказал еще он понадобится в конце когда курица будет почти готова для обмазки это соус глазурь так теперь протертые томаты сюда пусть немного поджарится так а курицу уже можно сюда водружать но сначала в стакан налью пиво она дает классный такой хлебный аромат немного так для запаха теперь сюда эту толстуху а вокруг нее надо добавить овощей но не сразу думаете мне что курица будет готовиться гораздо дольше чем овощи что пока нарежу крупно это будет цукини баклажан это будет лук шалот перцы брокколи кукуруза обязательно там соус еще не сгорел почти так чуть-чуть красного вина и сразу соли и красного устроя перца а для сладости я добавлю мед это у меня мель ромеро то есть мед собран пчелами заросли розмарина можно конечно и сахара вместо меда но я хочу именно так и завершающий штрих винный уксус как вы понимаете этот соус глазурь можно вообще заранее наготовить и хранить его в холодильнике все снимаю его с огня и оставлю в покое пусть настаивается птица крупная поэтому готовить надо на медленном огне ну то есть не прямой жар использую вот эти ограничители немного сюда и теперь решетку а вот теперь титул ну и для контроля воспользуюсь термометром загоню его в грудку кстати тоже подгон от вебера и он передает информацию температуре на телефон по bluetooth у прога на телефоне даже график температур рисует если кому-то нужна такая точность ведь и начал рисовать температуру 21 градус хочу дождаться когда температура дойдет до 60 градусов внутри грудки а пока вот вам список ингредиентов так настала пора смазать птичку соусом для того чтобы на ней образовалась корочка из глазури уже очень даже симметично выглядит соус содержит сахар так что глазурь практически обеспечена мы обречены на успех вот так со всех сторон так овощи наверно все-таки надо немного смазать оливковым маслом так чуть-чуть чтобы они не подсыхали все-таки там в духовке в духовке в гриле и чуть-чуть присолить здесь соль с перцем касаемо знаете что воспользуюсь случаем вот сюда а теперь нам дождаться готовности то есть 76 градусов внутри курицы оставайтесь с нами значит Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Берите на вооружение технологию Рецепт... Что здесь рецепт элементарный? Спасибо за компанию И всем пока!